Традиционно с наступлением сентября на дорогах города происходит рост аварии с участием детей и подростков. В этом году каникулы у школьников начались рано, и многие ребята успели позабыть правила поведения на проезжей части. Поэтому сотрудники ГИБДД предлагают родителям пройтись вместе с детьми по маршруту от дома к школе и обратно. Показать ребенку на этом маршруте, где безопаснее всего переходить проезжую часть дороги, как правильно нужно переходить проезжую часть дороги, как добраться, например, до остановки общественного транспорта, указать на самые опасные места. Также родители следует взять за правило напоминать ребенку перед выходом из дома о строгом соблюдении правил дорожного движения, о том, что при переходе проезжей части нельзя пользоваться сотным телефоном или другими какими-то гаджетами, не использовать наушники во время перехода проезжей части. Обеспечить безопасность ребенка позволяют и светоотражающие элементы. Чем больше наклеек на одежде, тем ребенок будет заметнее на дороге. Госавтоинспекция напоминает также водителям, что, управляя автомобилем, нужно помнить, что на дороге может в любой момент появиться ребенок. Нужно дать возможность сейчас детям немножко адаптироваться к дорожной обстановке после каникул. Поэтому водителям лучше всего быть предельно осторожными сейчас при проезде около образовательных организаций, при проезде спортивных площадок, но также при проезде пешеходных переходов. В ближайшее время сотрудники госавтоинспекции совместно с учениками 14-й школы проведут традиционную акцию «Мы вернулись». Она призвана привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24.